Глава 2. Искусство чая. На Целоне производится чай с разными вкусами. Нигде на Земле не найдено столь удачное сочетание географических и погодных условий. Эти природные факторы пробуждают активные вещества и создают разнообразие чаев. На Сри-Ланке существует 7 больших районов произрастания чая, находящихся на разной высоте над уровнем моря. Самые высокие из них расположены на высоте свыше 1800 метров. Эти районы называются Канди, Новораэля, Ува, Уда-Пусилава, Димбула и Рухуна. Самая высокая точка – Новораэля. Здесь, в приятной прохладе, растет чай, который становится в чашке золотисто-оранжевым. Ценители, знакомые с его тонким ароматом и прекрасным вкусом с ноткой персика и цитруса, именуют чай Новораэля шампанским среди чаев. Таким чаем наслаждаются, не добавляя в чашку сахар или молоко. В ночное время прохладная температура воздуха пробуждает в нежных почках чайного листа флавоноиды и полифенолы, которые дарят чаю нежный аромат и вкус. В самое холодное время года, в период с декабря по февраль, урожай этого чая считается наилучшим. Это экстримная холодная температура в ночное время в этой элевации, которая посвадит и тизит флавоноиды или полифенолы в тендер-теа-лифе-будах, чтобы дарят чайные вкусы и ароматы. В холодных временах, как в период с декабря по февраль, эти факторы будут больше эмфасизированы. Следующий уровень, на котором выращивается чай, расположен на высоте 1200-1500 метров над уровнем моря. Это чай с деликатным ароматом и сверкающим настоем светло-коричневого цвета. У такого чая почти не сладкий вкус. Листья, собранные в лучший сезон, дарят напитку фруктовую нотку. Это крепкий чай, имеющий достаточное количество тонинов для идеального сбалансированного вкуса. Если такой чай недолго заваривать, его можно пить, не добавляя молоко или сахар. Но чашка крепко заваренного чая с небольшим количеством молока и ложкой двумя меда способна творить чудеса, поднимая настроение. Чай, выращенный на высоте 600-900 метров, обладает полным, сильным, богатым ароматом. Некоторые пьют его, добавляя небольшое количество молока и сахара. Это чай, наполненный своим собственным неповторимым ароматом. Чайные листья, собранные с разных плантаций на этой высоте, иногда имеют разный вкус, который объясняется разными комбинациями погодных условий и состава почвы, воздействующих на чайный куст. Наконец, чай, выращенный в низинных районах, на плантациях южной части Шри-Ланки, расположенных низко над уровнем моря, от 600 метров и ниже. Этот чай насыщенный, крепкий, иногда с привкусом специй и лаврового листа. Наиболее известен в России крупнолистовой чай из провинции Рухуна, который составляет основу купажа для таких марок чая, как Шерри, Кволити, птицы Цейлона. Те, кто пьет чай, как сладкий восстанавливающий напиток, добавляя в него сахар или мед, предпочитают именно низкорастущий цейлонский чай. Некоторые любители чая добавляют в чашку с этим темным, крепким чаем специи кардамон или тмин, а иногда корицу или мускат. Для того, чтобы сбалансировать вкус, для этого чая можно использовать молоко. Чай – полностью натуральный напиток. Он дает возможность насладиться вкусом и почувствовать радость жизни в момент отдыха. Чай – самый безопасный напиток для легкого и быстрого восстановления сил. Чай – это не просто подкрашенная жидкость, которая поспешно потребляется по привычке, а настоящее сокровище с превосходными свойствами и ароматом. Чай имеет много общего с культом неба и философскими размышлениями. Чай – что с культом неба Технология